Сегодня заключительный этап молодежных казачьих игр в Волжске с полых. Наша съемочная группа приехала на место проведения игр, чтобы посмотреть, как ребята преодолевают трудности. Настроены только на победу. Кадеты из Димитровграда Илья, Алинда и Эльвина дадут форму в военной подготовке любому взрослому. Они и еще полсотни ребят от 12 до 17 лет показывали отточенную строевую подготовку, собирали и разбирали автомат на время и махали шашкой. Подъем в 7 утра, встаем под гимн Волжского казачьего общества. Потом мы идем на зарядку, занимаемся на зарядке физкультурой. Потом идем умываться, свои дела делать, потом идем на молитву. Потом после молитвы есть свободное время, можно что-нибудь поделать. И потом идем завтракать. Каждый день у нас так происходит, каждое утро. Молодежные казачьи игры – это плотная программа соревнований. Самое зрелищное – прохождение полосы препятствий. Метание ножей, бег, прыжки, надевание противогаза. Здесь каждый понимает, что нельзя подводить команду. К нам приезжают из других регионов, ближайших регионов. Но, к сожалению, в этом году из-за карантинных требований Роспотребнадзора мы вынуждены ограничить более количество. И наши игры сжать немножко. Но, тем не менее, мы постарались сделать, чтобы ребятам было уютно, комфортно тем командам, которые у нас присутствуют. И в основном это команда… Не в основном, а это команда из Ульяновской области. Это Индинский район, это Троицкий Сунгур, Димитровград, город Ульяновск. За пять дней подростки не только показывали свою выносливость и физическую силу, но и учились жить на природе, без смартфонов и компьютеров. Готовили обед на костре, спали в палатках. А позже команда-победитель покажет свои силы уже на всероссийском этапе Волжского сполоха. Илья Михно, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ